виталий приветствую тебя очередная неделя соответственно понедельник наш с тобой первый эфир разбираем фундаментальный технически общий новостной фон смотрим за возможностями которые рынок предоставляет и конечно же делимся ими с теми кто следит за нашим совместным контентом и вот этим аналитическим творчеством всегда большое спасибо что смог на эти время подключиться ну давай в целом подведем итоги прошлой недели мы заранее так одну секундочку с тобой среду настраивались на то что неделя точнее даже окончание будет точно жарким потому что в среду итоги двух дней до свидания фрс были и понятное дело что это громко мощное насыщенное такое фундаментальное событие которое повлияло на доллар уже соответственно толкнул привел в движение и на прочие рынки и валютные я думаю что косвенно также динамику и отношения инвесторов к доллару можно диспроектировать на поведение фондового рынка и так далее ну по горячим следам это наверное уже не совсем правильно потому что все таки заседание завершилось в среду но думаю что итоги нужно подвести я вкратце с позиции фундамента скажу что политику не изменили ставка прежняя программа количества включения причем поскольку не последовало выкупа доллара сразу можно сказать что покупатели доллара были разочарованы потому что фрс при всем том что был так и не пролил свет на конкретные планы того как даже он сократит программу количества включения ну собственно чем мы подошли к заседанию фрс с тем мы и остались то что американский регулятор когда-то там изменит денежную политику а нам приходится гадать когда именно это произойдет я еще до заседания фрс отмечал что безусловно доллар может оказаться под давлением потому что как ни крути я системно видел причины для сохранения мягкой риторики за ситуацией с ковидом еще и статистика была на прошлой неделе она не то чтобы плохая но она явно не дотянула до тех ожиданий которые хотели бы увидеть оптимисты это темп экономического роста за второй квартал 6.5 там с 8.5 прогноз 8.5 заявки первичные 400 тысяч это многовато конечно же учитывая что фрс следит за рынком труда при таких темпах просто количество обращений фрс точно не будет торопиться с вот этим долгожданным решением которое предполагает изменение денежно-ходительной политики на этой неделе но он фарм пэрлс вот это очень важный отчет я думаю что позначить точно такой же будет и по влиянию как и заседание фрс потому что мы понимаем насколько сильно и если это будет станет прогрессировать американский рынок труда соответственно тем быстрее фрс созреет к решению о ужесточении монетарной политики и напротив если данные будут плохими предстоящий отчетного фарма то решение о сокращении программы количества смягчения будет кажется заброшено уже в лучшем случае на конец этого года и даже 22 я демонстрации крана и не открыт сейчас так сейчас 91 97 то есть ниже 92 пунктов в принципе вышли мы из локального непродолжительно буквально с 20 июня восходящего канала и это может быть опять же индикатором того что снижение доллара продолжится фундамент все-таки за то чтобы доллар стал более слабым я жду с нетерпением симпозиумом джексон колли в конце этого месяца и думаю что там могут быть какие-то изменения монетарной политики до этих пор считаю что каких каких-либо дополнительных вводных важных вводных для рынка касательно политики фрс а в рамках этого месяца и не будет поэтому забегая вперед могу сегодня в месяц начинается скажем так взять за основу совсем долгосрочную сделку что я буду шортить доллар вплоть до на выступление председателя афрера жерома паула на вот как раз о форме а в джексон холле напомню что он состоится в конце августа поэтому как минимум три с половиной недели сейчас а есть для того чтобы индекс доллара оказался ниже девяносто одного пункта в деле подобрался даже к девяносто по евро доллару была сделка которая предполагала спекулятивный шорт из-за индекса рыночных настроений но я также отмечал что если мы увидим все таки более агрессивные распродажи доллара то конечно же риск вырастет и евро будет среди всех инструментов рынка форекс и в частности был стоп лосс на отметке 1840 и сделка была закрыта по нему сейчас котировки 1 1883 и я без рекомендации ну как минимум на время нашего сегодняшнего эфира золото цель была 1825 мы идеально сделали и после чего последовала коррекция сейчас котировки 1808 долларов за тройскую умсу стоит ли закупаться золото сейчас только при условии если золото продавит снова до нижнего уровня поддержки 1795 очень неплохо тур им держится и я думаю что почему бы не попробовать попытать удачу снова соответственно by limit уровня 1795 стоп лосс 1785 и снова тейк против отметки 1825 так рынок нефти сейчас котировки 74 74 сделка by limit уровня 73 50 я вот здесь еще как бы комплексный такой анализ ну во первых то что я с позиции фундамента верю в рынок нефти из-за того что оптимист касательно темпа просто мировой экономики то что компания по вакцинации будет нейтрализовывать негативный эффект от просто количество заболевших я также считаю что нет будет расти из-за постоянно поступающих на рынок индикаторов сохраняющегося высокого спроса данные по запасам явно и тому подтверждение еженедельная статистика и доллар который я считаю что будет снижаться соответственно он поддержит котировки сырьевых инструментов поэтому здесь сделку как я озвучил 73 50 by limit стоп лосс на отметке 72 50 и тейк профита в районе 76 77 и еще хотел сегодня предложить в качестве сделки фунт ну думаю что возможно актуальность этой сделки будет более высокой в среду за день до заседания банк англии но почему бы не начать присматриваться к покупкам уже сейчас по фунту сделка будет болимец уровень 1 38 50 стоп лосс 1 37 50 и ждем выше уровня 1 40 я склонен полагать что в этот четверг мы можем получить увидеть сигналы о возможном ужесточении денежно-кредитной политики непосредственно в англии демонстрация пошла всех приветствую давайте пройдемся по тем идеям которые я просто раз говорил и дам видение на сегодня по рынку так был индекс доллара еще последнюю скажем неделю я шортил данный инструмент на шорт указывал несколько причин первая подсказочка дивергенция я уже не говорил на дневном графике это еще один скажем плевок тем кто не верит дивергенции в технический индикатор простые простые индикатор работают на рынке и второй момент который меня скажем подтвердил что индекс доллара возможно вниз то что здесь такое движение было похоже на импульс и на коррекцию в этом моменте и я еще всю прошлую неделю рассчитывал что индекс доллара идет вниз но пока я думаю что это всего-навсего коррекция по данному инструменту и здесь стоит выходить с шортов по данному активу напомню мои скажем такие среднесрочные моменты это я вижу что индекс доллара глобально сильно в лонг да но спекулятивно можно было поработать на снижение и сейчас где-то вот к примеру сегодня или там ближайшее время стоит присматриваться к покупкам есть уже какие-то моменты пятницу хорошо купили но это конечно слабый сигнал нужно более сильно что рисуется возможные варианты в лонг поэтому есть рискованный момент это купить с текущих у нас цена на текущий момент 92 и со стоп лоссом где-то в районе там 91.50 это первый момент более скажем забегая наперед потому что желательно посмотреть как закроется сегодняшняя дневка если мы скажем не сможем обновить пятничный минимум и закрыться скажем ну формате пинбара что-то в таком роде я часто такие моменты говорю скажем на наших битвах потому что нужно понимать как закроется какая-то дневочка или несколько дней чтобы понимать пойдет все таки и данная идея более большая вероятность поэтому возможно купить текущих 92 стоп 91.50 если будет типа ниже то я буду все таки рассчитывать что это идет коррекция и буду искать какие-то покупки по данному активу но скажем с оговоркой это идет буду уже по факту смотреть что будут рисоваться потому что на не исключаем что вот это снижение это не коррекция это импульс да и если это импульс то дальше по идее может пойти коррекция если она будет какая-то глубокая там на процентов 30 50 возможно больше дальше будем рассчитывать на на снижение по данному инструменту пока у меня тактика на на налог на дальше еще идеи были также я транслировал с тобой и на шорт по евро доллару тоже с оговоркой напомню я говорил что по всем активам на прошлом деле присутствует дивергенция индекс доллара евро доллар франк он был без дивергенции но он показывал хороший шорт я словил движение вниз доллар так далее прошлый раз я говорил также шорт по евро доллару успел выйти вот когда было заседание фрс не помню 2100 или 2130 до пошла шпилька вниз на 2100 точно я со своими ребятами сам перенес евро доллар и вышел покупку не открывал не дали того захода которые рассчитывал ну и плюс почему я по индексу доллара видел я такой сегодня сделаю чуть-чуть еще такой более подробный разбор потому что в пятницу я обзор не делал так не получилось по евро доллару если сравнить индексом доллара доллара франка доллар франк показывал хорошие импульсы хорошая коррекция индекс доллара тоже почти то же самое а вот евро доллар не показывал то есть потому что здесь вот здесь вот этот разворот он был таких моментах то есть импульс моменте коррекция в моменте и все время покупают если было дневных моделей поэтому я рассчитывал что возможно я ошибаюсь по евро доллару и он уйдет вниз как видим я не ошибся на текущий момент по евро доллару я аналогично транслирую ту же идею как индекс доллара на рост доллара но пока я это скажем как предварительно я пока выходить по евро доллару не буду тоже подожду уже более сильного подтверждения как раз и сегодняшняя девка если у нас по евро вот это все-таки импульс и мы сегодня закроемся аналогично как по индексу доллара пин баром то возможно я буду дальше искать точки кода по евро на снижение в район там 1750 и и ниже 1650 и так далее пока покупаем индекс доллара евро доллар наблюдаем можно завтра и завтра будут какие-то идеи также давайте закончим золото золото также я рассчитывал на снижение вышел по безуготку в районе там 1805 синий уровень отмечен в пятницу на часовиках видно здесь мы торговались в среду утром мы в принципе локально падали более 100 пунктов евро переносил без бутылки вышел на текущий момент по золоту у меня те же идеи что и по индексу доллара она снижение золота потому что ну прошел хороший импульс на прошлой неделе вверх но мы видим его пытаются скажем поглотить и пока здесь точек кода нету но я все тоже и думает что золото должно пробить вот этот 1795 и все-таки это будет какой-то пробой небольшой там на долларов или мы сильно уйдем на обновление 1755 пока тоже точку входа не вижу мы уже падаем с текущих аналогично евро сделал импульс отката не последовало то есть мы сразу падаем золото сливает даже не хотят покупать данные плюс у меня были еще и предположение на снижение по нас да пока как мы видим евро доллар и золото моменте давала прибыль то есть ну в принципе евро моменте там под 40 пунктов золото тоже более 100 пунктов то есть локально мы отрабатывались но и свинк идеи пока она не отработала на сдак аналогично то есть ожидала какое-то снижение был импульс коррекция и после вот этой коррекции я говорил здесь возможно рассматривать шарты со стопосами за хай локальным отпадом основу покупаем пока пока и вне рынка данным индексом советов не буду давать тоже присутствует диверсенции как сложно выкупают достаточно сильный индексов плюс почему я говорил о шортах индекса сейчас отчитывается эти ну а американский рынок идут отчеты сезон отчетов и скажем там неплохие прибыли но акции там с гепами открывается падают тот же amazon отчитался на прошлой неделе там прибыль у него хорошая а вот выручка чуть чуть ниже ожидания аналитиков там на копейке он открылся там на 10 процентов для акции достаточно много но как-то это на индексах не сильно заметно пока подытожим одна идея покупка индекса доллара 92 если там будут какие-то более понятные картины будем говорить еще посмотрим как-то закрывается потому что даже тот же австралийский доллар тоже здесь такой набор позиций неплохой на на рост рисовался но пятницу закрыли достаточно глубоко вниз могут откупить и так далее но пока пока сложность и моменты сложные но есть есть о чем подумать и присмотреться понял спасибо виталий ну что традиционно следим за тем как поведут себя рынки этой неделе обещают тоже быть жаркой напомнить что впереди новом фармы заседание банка англии это события четверга и пятница соответственно в среду мы с виталием еще раз все обсудим что там будет если изменится прокомментируем скажем в общем будем держать вас в курсе всем спасибо виталий тебе тоже отдельно благодарность хорошей неделе и до встречи в среду пока